Друзья, всем теплый привет из теплого, солнечного, я бы даже сказала, почти уже жаркого для нас, Сталина. Добро пожаловать в мастерскую Марина Курвиц. И сегодня у меня, как я и обещала, совместный эфир. Сегодня у меня в гостях эксперт методики ВЭПа Трин Улла, моя коллега. Привет всем! Подключайтесь, подключайтесь к нам. Сейчас мы с вами начнем обсуждать и говорить, что же из себя представляет методика ВЭПа. Многих из вас она заинтересовала, вопросов у вас возникло несколько в связи с этой методикой. Валентина, добро пожаловать! Вот сейчас к нам будут подключаться постепенно участники. Здравствуйте! Трин такая смелая, пришла и решила выступить на русском языке. Да, извините, пожалуйста, это не родной язык. Нет, ничего страшного. Вообще человек владеет иностранным языком и уже согласен на нем говорить. Трина, может ты немножко пока расскажешь о себе? Да. Я от тебя знаю, что ты выпускник программы No Red Collie. У нас была такая программа в Эстонии, которая активно зазывала молодых людей работать в школу. Я знаю, что ты работаешь в Таллинском университете, лектор. И ты... Я являюсь ментором методики ВЭПа и тренером. Что еще? По профессию я психолог. Вот, вот. Вот, кстати, меня это к тебе сразу привлекло. Да? Да, 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 да. Потому что очень важно иногда в работе с людьми, неважно какого они возраста, опереться на что-то. И вот психология как раз-таки тот элемент, который тебе позволяет опереться на свой какой-то внутренний стержень. Ну, половину я не поняла, но спасибо. Я буду помедленнее. Все хорошо. Значит, после гимназии я пошла учиться в психологии, потому что безумно это мне казалось интересным. И так и есть. Ну, несколько лет после этого я поняла, что работа психолога, если это не наука, наука, которая просто изучает всяких фишков человеческой психики, если это работа психолога, как мюстая, как мюстая, это кто помогает тебе, согласовывает, как советник, 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 да, советы дает. Это всегда работа после этого, когда все уже плохо. А, да. Это как бы пожарник, да? Да, да, да. То есть человек к тебе обращается тогда, когда все плохо. И когда я работала в университете, училась в университете, мне стало яснее, 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 что работа педагога или в школе, или как учителя, это и есть эта профилактика. Ага, чтобы не допустить человека до пожара. Здоровья и у учителей есть очень-очень много возможностей помочь детей, профилактически, чтобы у них была хорошая жизнь. Да, да. И тогда я, как ты сказала, пошла учиться учителям, 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 программной Норад Колли, но образование учителя я здесь, здесь же получила, где я сегодня учу студентов. Да, да, да. Да, в Абликском университете. Да, в Абликском университете, да. О, Юрий пришел. Юраш, привет. Юрий, Юрий здесь. Привет, Юрий. Это мой в жизни первый. Прямо я первый. Ну да, я в телевидении была, но это не то, это как через интернет, а очень интересно. Привет всем. Да, да, да. Друзья, мы сейчас ждем к нам подключаться, у нас тут уже 17 человек, и скоро мы начнем рассказывать. Пока Трин рассказывает коротко о себе. Или длинно. Немного. Или длинно, да, или длинно. Я обычно, когда начинаю говорить о себе, не могу потом остановиться. Ну, хорошо. Ну, тогда я стала работать учителей, и сразу себе обещала, что вот когда в школу пойду, орать не буду, кричать не буду. Что угодно, но вот от тех вещей я делать не буду, потому что я так думаю, что ни один человек не сослужил то, что на него кричали и орали. И интересно знать, что вот такое духовное насилие, агрессия, это исследования покажут, докажут то, что это влияет так же, как физическое насилие на мозг, на наше развитие, так же. Но это не видно будет, да? И я просто хотела найти тех способов, как провести уроки, помочь учебе без вот этих... Без психологического насилия, без угроз. Ну да, ну это... И когда я стала работать, я поняла, что это не легко, совсем легко, потому что дети даже иногда не привыкли. Причина, почему я так хорошо русский язык умею, я работала на русском школе в Эстонии, но преподавала на эстонском, но все-таки там получила навык русского тоже. Здорово! Здорово! Ты на перемене общалась? Нет, с коллегами. А, с коллегами? Да. Ну, в Эстонии же много русских, и потом работала тоже с русскими в молодежном агентстве, и да, пришлось улучшить свой навык русского очень. Здорово! Здорово! Я рада, я рада. 7 лет назад я не смогла о ней совсем ничего не сказать. Я верю, я верю, у меня была та же с эстонским. Да, да, да. Ну так, и ясно то, что с детьми иногда трудно, и они иногда даже как бы и ожидают то, что… мне даже сказали, если вы на нас не кричите, а мы работать не будем. Да. Мы так работаем. Вот. Кстати, друзья, согласитесь, вы тоже очень часто пишете мне, что ученики, например, если знают, что не выставят отметку, работа выполнять не будут. Если учитель пришёл лояльный, который хочет предложить вам выбор, ученики тоже отказываются работать. Не кричат на меня, не угрожают ничем, родителей в школу не зовут, работать тогда не буду. Да. Так, так было. И мне это было не… это было вызовом. Конечно. Интересным вызовом. Потому что у меня же были все эти знания психологии. как с хитростью и такими, не знаю, в игровом форме поддерживать мотивации и наладить контакт с детьми и с предметом тоже, да? Да. Я была учитель истории. Ты учитель истории? Да. О, как интересно. Так. И общество ведения. Общество ведения. Очень хорошая сторона общества. Общество ведения. Да. Не выговорите. Так. Так. И… ну вот. И я там как бы… Изобрела. 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 И я очень наслаждалась работой. Очень. Но всё-таки, когда в течение моих учёбах, нам тоже пришлось, ну, там читать, искать материалы. И у нас была такая работа, чтобы найти какое-нибудь… Если в классе есть агрессивность, что делать, найти какие-то… Ну, это да. Лишение. 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 Угу. Угу. Читала там и нашла метод Good Behaviour Game. Да. Веппа. Ну, на английском Good Behaviour Game. На эстонском здесь у нас веппа. Вельбаре. Угу. Даже лучше. И читала. Очень интересно было. Очень хорошо повлияло на поведение и для навыков самореагуляции. И на… Не знаю слово «куха на меня». Приспособление. Адаптацию. Адаптацию от начальной школы на среднюю школу. И всё такое хорошее очень было. Но мне очень интересно было. Я была очень любопытна. Но там чего не было, было не было описание методики. Ага. Это просто работает, работает. А, я вышла из кадра. Я на тебя засмотрелась и вышла из кадра. Работает, хорошо работает, хорошо влияет. Но что делать? Я как психолог, мне было безумно интересно знать. Но там никакого описания не было. И искала даже несколько раз. Даже пыталась куглить и так далее. Но никакого описания от этой методики не было. Да. Но мне повезло, потому что через год после этого, когда я сама читала, я читала объявление, что эта методика придёт в Эстонию. Я думала, что ничего себе. Но ловца и зверь бежит, как говорится. Да. И сразу стала членом команды РЭПа, которая Тервиса Рэнку Институт. Институт развития здоровья у нас в Эстонии. Институт развития здоровья. Да. Институт развития здоровья в Эстонии отвечает и замечательно отвечает за это, что у нас в Эстонии есть методика. И что она есть на русском языке, потому что у нас уже русские школы и эстонские школы в Эстонии. Да. И благодаря Институту развития здоровья. Ага. Потому что это, может быть вы смотрели видео, это методика всё-таки профилактическая методика, которая удерживает и препятствует, раную потребление наркотиков, курение, что ещё, алькогола. Алькогола. Да. И это всё очень логично. Потому что если психика такая, что есть очень хорошие инструменты у молодого человека, чтобы себя управлять, это сразу… Тоймип. Происходит? Нет. Тоймип. Тоймип. А какое следующее слово? Да. Но это сразу… И влияет? Да. Влияет на то, что он не идёт искать позитивную какую-нибудь… Что-то такого удовлетворительного для себя из вот этих вот не очень качественных, не очень хороших источников. Точно. Тоймип. И это призвание… Тоймип. Тоймип. Да. Призвание, да. От таких компаний, где пользуют наркотиков и так далее. Но это всё как бы… Всё вот тут… Связано. Связано. Связано между собой. Как развивает мозг, как развивает навыки себя управлять, которые… Саморегуляция. Саморегуляция, которые очень связаны с развитием мозга тоже. Да. А саморегуляция – это связано всем. Да. Как я учу, какие у меня есть цели, как я их достигаю, какие у меня… У меня есть эмоции, как я их выражаю, как я их умею выражать. Да. Связано с том, как, например… Ну да, как я себя буду вести вместе с другими. Да. 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 Как я могу себя… вот пидуртата… Остановить, затормозить. Да. Да. Как я себя умею тормозить. Это очень-очень важно. Да. 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 Мне удалось тогда… Винета… Присоединиться. Присоединиться. Присоединиться с командой ЭВЭПа. Я… Это у нас было три дня подряд тренировка. Да. Обучение как… По методике. Я там всё время была… Ах! А я об этом не думала. Ах! Потому что я же в школе тоже всегда искала, 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 искала вот эти хитрости, как в этом игровом форме вовлечь детей учиться и не орать. Да. Да. Супер. Хороший кутырь. Я доработала. Ну. Там было несколько вещей, где я просто думала, что… Вау! Почему я об этом не думала? Это так хитро! Так хитро! И это… Как я себе сюда писала, где-то по метки на русском, чтобы не забывать язык, да? Это… Это методика, которая задача создать благоприятную атмосферу в классе, да? Угу. 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 И там каждая штучка… Это… Создается от многих принципов приемов, очень, очень, очень много таких разных моментов. И это есть причина, почему тот учитель, который будет учиться методике, всегда себе получит ментора на один год, потому что методика особая и не очень... Там очень много составляющих. Да, да. Друзья, повторю ту мысль, которую сказала Трин. Учитель, который проходит обучение этой методике, в течение целого года имеет ментора, который присутствует на твоих уроках и предоставляет обратную связь. Чуть позже, когда Трин начнет говорить об этой методике, вы поймете, почему. И я забегаю вперед. Как я сама поняла, я была сама участником того учебного процесса, где преподаватель, непосредственно Трин, использовала эту методику. Я ее ощутила на себе в полной мере, как ученик. И на мой взгляд, как мне показалось, эта методика должна стать частью самого учителя. И вот на это действительно уйдет время, потому что освоить метод, вот знаете, вот раз, два, три. Это я умею, это я применяю. Это одно. Это действительно дело техники и времени. А сделать так, чтобы это ты был сам по себе такой, чтобы это была часть тебя, такое логичное продолжение, а не так, что в классе я один, на перемене я другой, а дома я вообще совсем третий. На чужих детей, так уж и быть, я голос не повышу, но уж своим и под затыльник пролетит. То есть ты везде получается, ну, более-менее такой одинаковый, или стремишься, по крайней мере, к этому. Вот, это как мне показалось. И вот, Алена, сейчас я одну секунду Трин тебя перебью. Алена, вы спрашиваете, можно ли ознакомиться с теоретической базой методики, если есть материалы на русском. Вы возьмите мою ленту в Facebook, пролистайте чуть ниже. У меня был пост, написанный о Веппо, и потом я поставила видео. Мне видео Трин прислала на русском языке, которое демонстрирует и вкратце говорит об этой методике. И под этим эфиром я в комментариях потом поставлю ссылку на PDF-файл, который, опять-таки, основные принципы методики описывает. Но сейчас вот непосредственно от человека, который к этому имеет прямое отношение, вы всю эту информацию услышите. Так, всем добрый день, кто присоединяется, друзья. Напоминаю, что мы с вами сейчас будем говорить о методике Веппо, и непосредственно ментор и эксперт этой темы нас с ней знакомят. Ну, почему мне очень нравится эта методика? Не только потому, что там есть моменты, про которых я сама не придумывала, но то, что это такая одноцелая, и не требует никаких особых остальных личных... Качеств каких-то? Нет, уроков. А, уроков, да. Да, потому что очень много программ такие, что давайте в классных часах там обсуждайте, или и так далее. Это такая хитрая программа, что там... Она интегрирована, получается. Интегрирована, да, и там ничего личного нету. Например, если я вам потом покажу вот эти бабулькин пряники... А, это так называется? Я думала, как перевести на русский язык? Бабулькин пряники. Бабулькин пряники. Это такие смешные призы после труда, если очень сосредоточенно работали, там, 10 минут. Это как приз. Но это не просто приз, это здесь по теории две важнейших моменты. Первый – это всегда важный момент этого движения в течение урока. Ну, здесь киви и тренажа, я не знаю, это камешки. Это даже не движение, это каменные скульптуры. А, замирать. Да. А во-вторых, это как бы приз за старание. Это мы, конечно, все умеем, у кого родители есть, давай, давай, эти, я не знаю, мясо будешь есть, тогда конфеты. Да, 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 да. Ну, здесь это не один приз после работы и после усилий, после пытаний. Это никогда конфета, никогда оценка. Это всегда просто такой смех вместе и хорошее настроение, потому что это самый хороший приз, это просто смена деятельности и коллективное участие в чём-либо. Да, да, потому что дети же, они очень часто скажут, что, как ты сказала, оценка будет? Да, да, да. Вот, кстати, один из вопросов был, вот я смотрю, что Виктория к нам зашла, да, Виктория, привет. И вот она как раз-таки спрашивала, каким образом поощряется вот это вот правильное или поведение согласно ВЭПа. Да, 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 очень хорошо, хороший вопрос. Раньше озвучила вопрос, какая теоретическая, теоретическая база. Теоретическая база, где можно почитать об этом на русском? В целом теоретическая база – это просто развитие человека молодого, маленького. То есть, если совсем основание брать, то это здоровое развитие ребёнка. Да, 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 это как развивается мозг, какой помощь нужна детьми, чтобы и себя, и свое поведение правильно управлять или хорошо управлять. Но для меня, себе, для мне, для меня, там четыре, как бы, таких важнейших моментов методики, которые, может быть, сказать, как теоретическая база методики. Впервых, это и есть, это культура поведения в классе в целом. Я буду через несколько минут сразу рассказать об этом. Это как бы базис, потому что мы, если у нас нет такого контекста, что хорошо, что плохо, как ей там спросила женщина. Как поощряется, ты про это или? Да, наверное, да. Там был вопрос, как поощряется такой ВЭПа поведение. А, понятно, понятно. Да, там был проект. Но для этого надо базис, понятие, что мы хотим видеть и что мы не хотим видеть. И есть много исследований, где смотрели, почему появятся такие, ну, моменты плохого поведения или нехорошего поведения. Какой самый, самый, какой отъявленный? Чаще всего, который встречается. Чаще всего, какая причина? Почему плохое поведение? Да, как ты думаешь. Какая, почему плохая причина поведения в классе? Друзья, вы сейчас тоже думаете вместе со мной, как вы думаете, чаще всего, какая причина встречается, почему у ребёнка плохое поведение в классе? Может быть, скучно? Ну, может быть, скучно, да. Скучно, неинтересно. Или... Как я... Сейчас представлю себя на месте. Да. Как студенты очень часто скажут, они думают, что это... Мелик, это... Намеренно, намеренно делают, да, специально. Да, специально, да, это специально. Это не специально, это сами чаще, это просто дети не знают, что от них ожидают. Потому что мы думаем так, что есть какие-то нормы, очевидные какие-то вещи, очевидные нормы поведения. Ну, что мы знаем... Ага, вот тоже, смотри, пишут нам, скучно. Если отторгают сверстники, желание самоутвердиться, плохое самочувствие. Да, да, да. Но чаще всего дети просто не знают, что от них хотят. Хотят. Потому что я, как психолог, мне очень нравится всё это... Всегда привести, как бы, связи с развитием мозга, да? Так. И как подходит, как подходит обучение в мозге, или как развивается... Как развивается мозг. И обучение, проведение, это в мозге очень похоже на обучение математики, родного языка. Просто это специфическое... Специфическое. Да, специфическое на контекст. Основанное на каком-то контексте. А дети же, они в садике, у бабушки, дома, там-там-там-там-там. И у всех контекстов разные требования, разные. И очень часто они об этих требованиях, они будут знать, как бы, строго так. Так, здесь, да-да-да-да-да. Но они не ожидают, что это везде, да? Да, да. И чаще всего дети просто не знают, что в этом контексте от них ожидают. И из-за этого и есть... Ну, это и есть причина, почему самый первый шаг всегда основать, основлять эту культуру, поведение. Что мы хотим видеть в этом контексте, в этом нашего класса. И что мы не хотим видеть. И ВЭПа, это очень даже хитро опять ВЭПа, но там есть особый язык, чтобы всё было, так бы, чувство безопасности происходить. Потому что очень часто дети придут от детского садика, и у них уже есть такое самочувствие... Ощущение плохого мальчика или плохой девочки. Да, ничего не достоиня, всегда такой, который виноват и так далее. А у ВЭПа есть особый язык ВЭПа. И всё, что мы не хотим видеть, это называется плимчик. Блинчик? Плимчик. А, плимчик. 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 Плим. Плимс. Плинс. Плимс. Короче. Плимс. Плимчик. Ага. Плимс делают все в жизни. Все-все-все. Все люди плимсывают. Да, конечно. Все ходят в туалет, все плимсывают, но и все люди. И в ВЭПа, когда, ну я уже даже тогда покажу, дети вместе создают такой, в классе, на основном сумме это визионное, я не знаю, на русском это как звучит. Визионное, это хорошее слово, видение, наверное. Дети совместно с учителем сами составляют вот свое видение того, чего бы они хотели видеть больше в своем классе, а чего хотели бы меньше. Так, вот такая. Ага. И здесь видно видеть, слушать, делать и чувствовать больше. Это здесь меньше визионное. Ага. Значит, больше. Больше здесь. Больше здесь, больше и меньше. И это выглядит как-то так. Здесь я покажу. Видеть, слышать, чувствовать и делать. Да, это... Четыре таких критерия, чего хотелось бы больше и чего хотелось бы меньше. Это легче ассоциировать, делать, здесь видно, смотрите, один пример, из таких примеров можно быть так много, как и есть классов здесь, например. Да. Я думаю, если вы введете в Вепо, в Гугл, и потом выберете картинки, то вы найдете похожее, вот то, что сейчас Трин вам показала. И, друзья, сейчас секундочку, я вижу ваши вопросы, я их потом прокручу, и мы будем на них отвечать. Некоторые я себе сразу же уже даже записываю, так что я ваши вопросы не игнорирую. Да, я тоже. Вы пишите, ты тоже. Так, это как бы первый шаг, чтобы создать... Создать. Да, и осознательно... А, осознанно стремиться к какому-то... Даже знать, что мы ожидаем и что мы не хотим видеть. А хитрость в том, что больше и меньше, потому что все делают примсы, это не категорично, потому что, если мы делаем ошибку в гласе, например, здесь написано, что нельзя, мы хотим меньше видеть, чтобы драку, драку меньше видеть. Если у меня была одна драка, я уже ошибся, я уже все, поезд уехал. Ушел, ой, уехал. Уехал, да. Ну, если я знаю, что мы хотим меньше видеть вот таких вещей, но мир не кончится, если ошибки... Вдруг случайно такое случится. Вдруг случайно, я могу сразу сюда... Это же, когда в классе репут носит... Висит, висит. Когда на стене висит. На стене висит, это же шпарогалка для поведения, что мы хотели больше видеть, и здесь всегда есть эта шпарогалка. Да, кстати, это остается висеть в классе. Это так и висит в классе, и каждый ребенок может всегда сверять в любой момент самого себя. И вот ключевые слова действительно больше и меньше. Нельзя исключить одно и другое, никаким образом, потому что все равно случаются у человека ошибки, и не надо на нем ставить крест из-за этого. Мы это осознаем и стремимся к лучшему поведению. Когда я это слышала, это был один из таких моментов, почему я об этом не думала, что это... Кстати, для меня это тоже было открытием. А вроде бы тривиально. Да, договоры в классе не должны быть категорические, потому что все делают ошибки. Даже мы взрослые. Конечно. А чем это? Второй момент методики, это то, что здесь есть все такие приемы, да? Да, приемы, да. Они научно доказанные. Научно доказанные приемы. Например, узнать учителя ВЭПа, это всегда носить такая гармошка, и это может касаться гармошкой. Это, кстати, научно доказанный прием. И второй момент, это все такие приемы, которые пользуются в классе, и у них две задачи, функции. Да, две функции. Первая, это помочь самое-самое важное в учебе. Это внимание, это управление вниманием ребенка, да, потому что особо в первых классах, а даже попозже, есть в классе всегда несколько таких детей, кому эта помощь очень нужна, помочь им управлять своим вниманием. Да, потому что без внимания и не будет обучения. И что еще? А второе, это то, которое поможет саморегуляции. Да, да. Внимание, саморегуляции, они связаны, они вместе, условно, находятся здесь на нашем... Это как кора головного мозга, передней. Да, это называется фронтальная кора. Кора, 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 фронтальная кора, здесь точно. И эта часть мозга, мозги отвечает за самоуправление. Внимание, это только один момент, но самоуправление требует очень много того, как... Внимание, это рефлексивно, да? Да. Но самоуправление требует очень много... Осознанности. Осознанности, да. Это, как мы скажем, мета-когнития. Да, да. Думаю об этом, что мне должно было делать сейчас. И мы через Вепо развиваем мета-когнитивность. То, что на каждый момент может ребенок сам, сама придумать, ага, что бы было сейчас Вепо. А Вепо, это то, что мы хотим больше видеть, делать, чувствовать. Чувствовать, это очень важная часть там. И чувствовать и делать. Что бы делал сейчас ребенок Вепо? А, я думаю, что я, ребенок Вепо, был бы спокойно и читал бы книжку. Значит, я могу тоже быть таким. И все эти приемы, они поддерживают, например, вот здесь таймер. И карты, это на русском было стоп-вперед, да? Стоп-вперед? Стоп-вперед, стоп. И карты вперед. Давай, продолжай. То, что делаешь, это Вепо. Давай, продолжай. Но если подходит учительница и покажет, а-а, стоп, тогда ученик имеет сразу получить... Поймалус, возможность себя сам управлять таким, так что, когда учитель не уйдет, пока ученик сам себя не коррегировал. Нет, да, не скорректировал. Скорректировал что-то. И сразу учительница покажет, о, молодец, ты сам отказал, ты сама отказала, что делать, и теперь ТВП. Продолжай, да? Давай вперед. Такие карточки, друзья, такие карточки, они лежат на столе у каждого ученика, и учитель, когда аккуратно подходит к ребёнку, показывает пальчиком на ту или иную карточку, и этого никто не видит. Это видит только сам ребёнок. Это тоже важный момент, чтобы ребёнок себя чувствовал защищённо. У него контакт в данный момент только с учителем. Никто другой в этот момент на него не смотрит, не стыдит, не смеётся. Это тоже здесь очень важно. Потому что многие дети этого, конечно, жутко боятся. И мы тогда даём... Конечно, об этих приёмах можно на час... Сейчас, Тунди, такого по часам. По часам разговаривать, но мы же тоже хотим ответить на ваши вопросы. Когда мы идём к третьему моменту этой методики, и третий важнейший принцип, это то, что обращение внимания на пимсы... Очень такой маленький. Маленький. Покажу тебе, нет, давай. Но всё, что ожиданно, всё, что в ЭПО, это получает очень большое качество внимания. И мы... Это как бы интуитивно, но когда наблюдать нас в жизни людей, это мы всегда обращаем внимание на то, что плохо. Да, 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 да. И почти никогда. Потому что хорошее — это само собой разумеющееся, а плохо — мы делаем акцент на этом. Ну, мы замечаем больше плохого. А ну мы, люди, да, мы же так устроены, что мы будем повторять то поведение, которое получает внимание. А, как интересно. Да, потому что от внимания мы будем получить такой важный невроз, дофамин, невротрансмиттер, невротрансмиттер. А, вот я не знаю, как это называется. Но это дофамин — это что, гормон какой-то? Гормон, да, гормон. Ну, так как дофамин, саратамин — важные такие. Да, да, да. А дофамин нам очень нужен для обучения, для внимания, для развития. Это очень важный гормон для развития человека. И из-за этого мы встроены так, что всё, что нам даёт дофамин, мы будем повторять. А, как интересно. Так, и очень часто так бывает, что если дети привыкли уже получить внимание за глупости, они так уж легко не перестанут. Да, да, да. То есть вы теперь понимаете секрет тех детей, которые каждый урок настойчиво вам мешают, потому что вполне возможно, что они хотят просто получения внимания к своей персоне. Да. И они привыкли это так получить. Другого способа просто не знают? Они не знают другого способа. Потому что если смотреть в классе и если читать, что в исследовании опять, часто те дети, которые всё хорошо делают, они просто не получают обратную связь. И очень часто, когда я сама с моими учениками опять делала это видение, составляли концепцию культуры общения в классе, скажем так, и обучение. И когда мы это вместе сделали, как очень часто всегда сказали, я не хочу себя чувствовать невидимым. Да, да, да. Не видим, всё правильно, чувствовать невидимым, да. То есть не хочу быть незаметным, не хочу чувствовать, что я никому здесь не интересен. И в исследованиях так написано, что есть тема возможности. Есть ли такое кроническое чувство незаметности? Да, да, да. Две способы. Первый способ – это такое поведение, которое требует внимания. Это глупости. Глупости. Это здоровый пример. А нездоровый пример – это депрессия. Вот так, да. То есть глупости – это значит, что если я делаю глупости, на меня обращают внимание. Да, да, да. И когда ты уходишь в депрессию, на тебя тоже обращают внимание? Нет. А, это другая крайность получается? А, то есть если человек, вот это понятно, если человек этого не понимает, то он может уйти в депрессию. Не получает этого. Да. И из-за этого тоже вот эти карточки – очень хороший способ, потому что у нас в Эстонии такая статистика, что уже 40% детей уже тревожные в классе. Да. Они боятся. Я правильно делаю? Я не знаю, это все правильно. Я не знаю, может, я все плохо пишу и все плохо делаю. Если на уроке есть момент, где учитель проходит весь класс и покажет, покажет, давай вперед, давай, хорошо, хорошо, это тоже есть момент дофамина, когда ребенок получит… Подкрепляется твое положительное поведение, позитивное какое-то поведение или усилие. Он может быть и делает с ошибками, но ты видишь, что он старается, и это надо поддержать, это надо подкрепить. чтобы было очень много обратной связи именно с положительным поведением и тоже поведением, которое связано с учебным поведением. А здесь вот очень хорошие вещи. Хваленка называется. Хваленка. Да. Об этом в комментариях, кстати, тоже кто-то писал. Да. Когда спросили, чем поощрять, написали, что хваленки есть у Вепа. Да. И здесь, значит, это на эстонском, как вы читаете, это не связано с похвалой. Похвалой, скорее всего, вот на английском где-то сначала была, это было tutel notes. Но на английском title – это такая неположительная форма обратной связи. Учитель, он делал этого, посмотрите, бля-бля-бля. И дети очень хорошо умеют в таком виде себе получить обратную связь, потому что там всегда есть чувство, что я хорошая, я так не делаю, вот они там делают. Да. Но это такое, как это на русском? Я обедничество. Я обедничество. Я обедничество. Да, да, да. Но я обедничаю, да. И перед учителем высветиться в хорошем свете. Да, да, да. А это никогда не поддерживает хорошие отношения, если кто-то так делает. Это всегда плимс. Потому что это там не мотивация помочь, но мотивация покажите, что другие плохие, я хорошее, но они плохие. Надо пристыдить их. Да, пристыдить. И на эстонском это китумина. Китумина? Китумина. Китумина. Это похвала или что-то? Нет. Китумина. Это есть, это явничество. А, китумина. Это явничество? Китумина. А, вот я не знала этого. Китумина. Это как наоборот. А, это действие наоборот, когда ты сообщаешь о чем-то хорошем, кто сделал другой. Точно. Интересно. А на русском эти хваленки. И тогда это очень важно, что в классе была такая система, культура, где все замечают всех. И точно они замечают то, что хорошее. И то, что здесь шпаргалка для всего класса. Они могут отсюда смотреть, что я вижу в классе. Например, в течение этой недели я буду обсуждать. Нет. Обсуждать. Если говорить. Следить. Следить. Марину. Что ты будешь делать? Я замечаю в тебе хорошее. А теперь опять эта логика. То, что я замечала в Марине, она же повторяет. И так, как бы… А, то есть, на что ты не даешь положительной обратной связи, то я стараюсь опять повторять. И так и создается такая положительная культура в ЭПУ. А скажи, учитель сообщает ученику, что он, например, в течение этой недели будет наблюдать за ним? Или это он сам тайно следит, а потом ученику поделится своими наблюдениями? Как угодно. Можно и так, и так, да? Можно и так, и так. Потому что мне очень… Когда я работаю с детьми, мне это очень мешает, когда я вижу, что они привыкли уже как бы… Велепрессима. Да, выуживать, давить, давление оказывать. Обратную связь от взрослого. Да, да, да. Привет, учитель! Я тебе принесла конфету! Ну, окей, хорошо. Конфета – это же тоже доброжелание, да. Знак внимания, да, да, да. Но они привыкли, как бы… Мне уже очень часто появится как манипуляция. А, да, 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 появляется как… Ну, если они друг с другом замечают хорошее у других, тогда это имеет большое влияние, больше, чем если учитель пришла и сказал, я пришёл и сказал, что молодец. Это потому что… То есть для них это более значимо даже, признание одноклассников. И они всегда должны висеть на стене, чтобы все читали и заметили, и знали, кто что заметил. Ага. То есть вот эти хвалёнки, они вот так вот вывешивают. Да. Скажи, а как часто их учитель проводит, делает? Как долго они висят? Да. Они висят неделю. Так. И тоже важно, что с ними потом происходит. У нас есть у детей даже особые папки для них. А, потом это отдельно складывается. Да. Приятно читать. Самооценка сразу, самочувствие. Да. Они должны висеться на стене, потому что, чтобы все видели, чтобы все считали, что ты хорошего делал. И сразу значимость твоя, да. Чувство значимости удовлетворяется. И у меня в классе, да, у меня в классе были… Ну, это так, что иногда, случайно, да, с этими палочками можно атаку. Марина наблюдает… Да, да. На палочках написаны имена учеников. И учитель, когда руководит уроком, управляет… Марина наблюдает Юрий. Ага. Наблюдаю. Уже 18 лет наблюдаю за ним. И иногда бывает так, что, ну, я не хочу ему писать. Ага. Он же тупой. Да, да, да. Тогда можно анонимно. Просто не подписать имя. И я сама наблюдала… Вот когда у меня были 5-6 классы, с кем я провела ВЭПа, там же очень важна эта социальная позиция, и уже подростки так… Очень часто… Ну, не очень часто, но довольно часто появилась там подпись «Аноним». Но работала так, что это же не важно, аноним или Марина. Кто написал. Да. Но важно, что за рейти… Кому это имя есть. Не важно… Кому я имя есть. Кому главное есть. А кто уже аноним. Ага. Здорово. У меня есть изделия и Плимсов. Да. Ты прав, это Плимс. Все. Угу. Они и так достаточно. Тут вот Наталья, смотри, пишет «хвастушки». Это все-таки не хвастушки, это такие хваленки. То есть хвастушки, это когда человек, наверное, сам больше о себе хочет похвастаться, а тут хваленки пишутся про другого. Например, мной, допустим, про трин я напишу. Могу анонимно, могу со своей подписью. И я замечаю что-то за ней хорошее. Вот я, например, заметила, что она сегодня пришла и провела эфир вместе со мной. На русском. На русском, да. То есть вот уже как минимум два пункта я могу положительных вынести. И с хорошим настроением. Да. Три. Три пункта. Я уже практиковала ВЭПу уже пятый год уже. Так. Четвертая часть, которая на ВЭПу очень осознательно туда как-то конструирована. Конструирована. Да. Конструирована в систему. Это есть такая среда, которая предсказуемая. 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 Предсказуемая и совершенно турвалина. Защищенная. Защищенная. Защищенная, не… Как бы чувство безопасности сохраняется. Точно, да. Безопасная. Безопасная, да. То есть среда, в которой находятся дети, должна быть безопасной и предсказуемой. Точно. Ага. Не хаос. Да. Предсказуемая, что придет оттуда, что мы все знаем, что ВЭПа, что Плимс, они на стене. Мы знаем, например, если что-то плохое происходит, но плохое, да, неприятное, тогда с учеником можно туда сойти, потому что я видела это, что так как все эти договоренности идут от ребенка, и не от учителя, они также как бы строгие, как бы они пришли от взрослого, не от учителяют. Дети очень требовательные. Требовательные. Соблюдают, да? Они… Это их мысли там. Да. А когда это их мысли, они и им важные. Ага. Если помочь им. Потому что вот дети такие, они на уровне такие вербализма, да? Да. Они могут сказать, мы не хотим чувствовать злость на себе. На себе, да. Но при этом не понимают, что это. Да. Нет. И когда бывают моменты, где то, что они хотели, они так себя не выражают, как бы они это хотели, тогда это есть возможность учителя просто показывать, что давай, вот это есть момент. И теперь, и это случай, где ты себе выражаешь кимсами. Ага. Ага. Может быть, ты не понял, что не только ты не хочешь это чувствовать, а и он, и он, и он. Ага. И я просто, когда, как ментор, я тоже сижу в классе там раз в месяц и вижу, как это работает, вот этот мостик через этот плакат, который висит. И через их действующее поведение. Да. Учитель таким образом, честно говоря, учит и учеников немножко распознавать тоже свои чувства. Да. Потому что ты действительно можешь другому сказать, я не люблю, когда меня оскорбляют. Да. Но при этом ты сам можешь и обесценивать другого человека, и слово какое-то пакостное сказать. И учитель помогает тебе осознать, что, в принципе, вот таким образом выражать свои эмоции, это и есть, ну, такое, может быть, оскорбление какого-то другого ученика. Ну, теперь я рассказала вам только частичку методики, потому что это как, когда дети себя в первых тренируются себя вести, регулировать, себя управлять с этими приемами. И тогда следующий шаг – это игра вепа. Игра вепа. Игра вепа. Игра вепа. И у игры вепа есть несколько уровней, степенов, как на компьютерных играх. Игра. И это очень… Я никогда не видела класса, кому эта методика не было весело, потому что это такая… Это для них это веселая игра, игра поведения. И я люблю рассказать про момент, где я первый раз с шестым классом это ведение вместе делали. Как? И кричит. Я тебе рассказала, помнишь, да? Да. Кричит, просто не сможет себя тормозить. Я обожаю этот урок! Мальчик шестого класса. Когда мы делали это ведение, просто чувство того, что может быть и будет все так в будущее. Что будет такая безопасная среда, где мы договариваемся, что будет меньше чувства оскорбления и больше чувства радости. И они даже скажут, что они хотят работать в тишине и так далее. Все такие хорошие мысли, которые нам будут пригодиться. А потом, когда мы скажем, ой, помните, что вы хотели? Давайте попробуем. Это важная такая, да, рамка. Ну, игра веб, они в командах тогда в течение, так, пять минут стараются вместе. Ага. И игра – это просто любое учебное действие, которое вы все равно спланировали на уроке, например, да, выполнение рабочей тетради или там, групповая работа. и до игры всегда воспоминают особые вебы, особые примеры, которые вот в этом, в течение этого пяти минута будут позитивные примеры и тоже то, что они, ну, нельзя делать, это то, что плимся, да, что мы не хотим. И тогда это, как бы, частая тренировка депо-поведения, значит, саморегуляции в разных ситуациях с разными сверстниками. И всегда это то, что сказала метакогниция, что от меня в этом ситуации ожидают. И такая тренировка поведения – это, ну, точно такая же тренировка, как решение математики. Это задачки. То есть это тоже все тренируемо. Просто, да. Тренируемо. Да. И результаты очень хорошие. Дети себя чувствуют хорошо. Это, вы знаете, это, куда я скажу, гиперактивность, Гиперактивность, да. Стром гиперактивность и дефицит внимания. Да. Это часто сейчас проблема среди учеников. Да, да. А методика ВЭПа – это терапия гиперактивности. Это, потому что мы это можем сказать, потому что те, это, ну, я не хочу сказать тесты, потому что, ну, учителя ВЭПа, методика всегда вместе уходят с исследованиями. С исследованиями, да. И учителя выполняют опрос по ученикам до методики и после года, да. Потому что продолжать можно всегда. Да, да. У меня есть первая учительница, кому я была ментором. Она, у нас, у нее сейчас уже новый первый класс. Ага. И продолжают, конечно, как я без этого. И дети, когда они, ну, у нее класс до четвертого, тогда будет первый класс опять, да. Это по-разному в эстонии, да. У кого-то до третьего, у кого-то до пятого, до шестого. У нее до четвертого. Так. И каждый сентябрь, когда дети возвращались в школу, они сказали, мы требуем ВЭПа, мы хотим продолжать. Потому что там есть так много после игры, там, тайная игра, тайный игрочок, тайный игрок, тайный игрок. И еще, еще, еще и так далее. И это все хитро так создано, чтобы поддерживать отношения в классе, поддерживать самооценку тех детей, у кого это низко. Ну, там возможностей очень много, да. Потому что даже это, это, как бы… Хваленчик. Учебник. А, учебник, ага. Даже здесь не все. Да, 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 да. Много, много моментов. И поэтому мне очень понравилось, когда ты сказала, что это должно быть, как бы, как бы, оса… Часть тебя. Часть тебя. Часть тебя. Угу. Она должна быть, да, интегрирована в тебя, действительно. И на этом нужно точно время. И я по помощи учителей, которым всем привет, если кто-то слушает. С Тони? Ну да. У нас здесь есть С Тони, точно. Я знаю, Олечка иногда сюда ходит, моя любимая. Ага. Я даже знаю, какой это Олечке ты говоришь. Да, да. И… Упс. Упс. Ага. Ты можешь ответить, если тебе важно. Нет, сейчас не могу ответить. Хорошо. Значит, с их помощью, я видела уже очень-очень… Было части очень больших изменений. И это в течение первого года, полтора года, те сложные дети, сложные-сложные дети, они меняются, потому что они это, когда на это смотреть как отсутствие навыков, тогда даже эмоционально легче им помочь. Если когда, просто это видеть как, видеть, что у ребенка просто еще нет таких умений, задача учителя просто помочь ему эти умения развить, когда ты смотришь на это так, а не просто что перед тобой непослушный, капризный, вредный ребенок, ты смотришь на это совсем с другой точки зрения и ты помогаешь ему эти навыки в себе развивать. Я видела изменения точно 180 градусов, и по помощи учителей, которые пользовались методиками ВЭПа. Это очень хорошо видеть, потому что опять по исследованиям можно знать, что с этими детьми будет, если им не помочь. Ну, по-моему, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, если попадают в неблагоприятную среду, там путь один, это, как правило, тюрьма, наркотики или смерть. Да, 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 да. Так оно и есть. Так оно и есть. И, Дрин, теперь вижу, что от учителей, сколько, кстати, у тебя времени? Я даже не спросила, не поинтересовала. Ну, есть время, время есть. Хорошо. От учителей конкретные вопросы я здесь вижу приходят. Первая деталь на провод такие инструменты, как палочки, гармошка, таймер. Что с ними, да? Да, что с ними, то есть каким образом используются палочки с именами, какова их задача, что делает гармошка, внимание привлекает, еще какая-то функция. Да, есть у нее. Когда создали игру или методика в США 50 лет назад, одна учительница придумывала методики, тогда вот этих гаджетов там не было. Это все попозже как бы появилось. Да. И они, вот эти, все эти принципы, они, изначально они не веб, они просто были. Просто были. Просто были. Да. Учителями использовались. Да, точно. И когда я вам говорю про них, они часть веба, но они сами по себе тоже существуют. Да. Я вижу, что, кстати, у некоторых учителей лежат на столах, но они веба не используют. Да, точно. Так, гармошка – это просто очень быстрый способ просить детьми управлять свое внимание от всего, с кем они занимаются сейчас на учителя, потому что у учителя есть очень что-то важное, что сказать. И очень часто в уроках бывает то, что дети просто не слышали, они не обращали внимание. Если вы тоже куда-то ходите на тренингах, на учебе, вы тоже заметите, что иногда вы что-то не заметили. Угу. Чтобы все заметили и одновременно заметили, и чтобы не пришлось потом повторять, и другие не мешали других и так далее, чтобы процесс обучения прошел так. Угу. 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 Это знак просто такой хороший знак внимания звуком. И в НВП это тоже происходит с знаком рукава. Да. И потому что это поможет детей, у которых с управлением внимания, им тяжело это делать. это как бы и работают все тело они слушают звук хорошо слышала тогда внимание на учителя какой знак покажет сейчас может быть так да 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 и и тогда я себя управляю повторять этот знак и глаза на учителя и если видно но дети очень много очень быстро привыкнут на этот это это им тоже весело если где-то там на экскурсии даже не не класса если учитель так делает ученики сразу они сразу вот так одна секунда есть внимание и кстати друзья 3 извините превью я вот когда присутствовал на лекции 3 3 лекции по моему ты нам провела я сама на себе также ощутила как со временем то есть от встречи встречи несмотря на то что у нас такие были промежутки в две недели между встречами как меняется поведение на студентов в группе правда и я например помню свою первую акцию когда также трин в гармошку подудела пальчики показала я стала смотреть по сторонам и не понимала что происходит совсем и через какое-то время как-то уже по-другому на это реагируешь насколько это для тебя положительно приятно радостно что ли это не как вот это рефлекс у собачки павлова это какая-то твоя включенность в работу это знак просто мы давайте договариваем если надо внимание есть какой-нибудь знак я знаю что учителя пользуют тоже разные знаки например когда я пошла на работать учителей я у меня не было гармошки я даже не знала чтобы это есть возможность такую гармошку гармошку использовать я просто показал с рукой так или так или так или так или и даже уже не помню вот там есть эта часть что если чтобы заметить что учительница что-то хочет сказать надо заметить то что другие тоже заметили потому что нету звука это просто несколько секунд за да и все же это глаза на тебя и и это за самый быстрый способ гармошка мне очень а если учитель скажет вепа хочу гармошку не хочу можно что-то другое стесняются эти гармошки как я показала просто знак с рукой вот так вот и летом писать нет а колокольчик 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 на хорошая часть к если сравнить колокольчик к кормушке кормушка не но не просто так сама по себе за можно да можно это про сюда поставить их ходить но если носить колокольчик то тогда все время не не известно когда надо обратить внимание потому что колокольчик должен быть на столе чтобы он не звучит да 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 у нас на тренингах молодежи мы у нас такой знак это на язык жестов это аплодисменты и если тихо похлопать до тихо поаплодировать это тоже работает почему нет потому что если надо обратить внимание и быть тихим тогда язык жестов подходит потому что там никак не не говорить значит неважно это кормушка или нет важно то что есть знак которая поможет управлять свое внимание да это первый шаг что еще там таймер таймер да и про палочки сейчас ждем все что-то говорим да скажем про палочек как учителя их используют на работе и я у меня эти и всегда на руке и даже с взрослыми потому что чтобы не терялся внимание в течение урока тогда я все время что об этом думает ой опять юрий так и и все время и иногда положу обратно чтобы внимание не теряло иногда можно отложить иногда положить обратно да ученик понимает что если учитель поставил туда что-то его снова будут спросить в основных классах в начальных классах очень часто дети же читают и они и учителя часто бывает очень то же самое самая система да очередь по очереди они всегда знают когда их это предложение тогда потом уже там что-то другое делает но если неожиданно это просто эффект неожиданности и это поможет особенно внимание этих детей у кого это трудно управлять потому что это интересно эта система эффекты и и интересы интересности интересности интересность а как сделать так чтобы ученики не боялись этого в принципе это же до 1 просто хотела сказать что это тоже есть тот источник дофамина в уроке это есть механизм который поможет держать внимание что делать если дети стесняются они не хотят что-то говорить у нас у всех классов такие и и здесь и проблема потому что тоже заметила когда я работала учителей что очень трудно спрашивать тех детей которые ничего не хотят сказать и очень хочется их как бы оставь оставить на покое чтобы вы им было удобнее но те в эстонии 40 процентов детей которые теревожные им эти палочки кстати помогут потому что здесь есть система очень важная система что ответ можно всегда всегда передать если у меня не просто нет желания сегодня что-то сказать или не иметь мнение я могу всегда передать свой свой ответ кому-то другому например ой три я не хочу давай марина скажи могу показать что не хочу но у меня есть чувство внутренние что может быть я не знаю может быть все будут смеяться я не хочу что-то сказать и дети могут показать что но там внутри и все-таки страх есть и скажу мариня но и марине у марине есть и великолепный ответ замечательный ответ мы и нарушает мысли учите скажет ой спасибо 3 так хорошо себе выбирал передал такой что человек смог ответить на этот вопрос а похвалит тебя на сторону и я это заметила когда сама работала все дети стали говорить даже если они до этого там 30 раз передали ответ потому что у них это тоже по исследованиям этот каждый раз когда они придут в класс они думают так что сегодня может быть есть что-то скажу и это не об этом что они не знают это просто как преодолеть этот страх что-то сказать и что я заметила как это когда страх предали преодолевается да они они продолжают ответить всегда это не так такой один раз просто то что если они не сказали что-то и тогда вот вдруг что-то сказали нельзя обратить внимание свой сегодня такой день тогда потому что если из-за этого вот большую историю строить тогда они никогда ничего не если ученик 30 раз не отвечал на 31 ответил и мы делаем здорово какой-то молодец когда ничего уже не сказал ученик следующий раз не скажет потому что я сейчас в университете тоже вижу тех взрослых людей и даже уже в годах иногда которые учителя их помогли в школе никогда не спрашивали продажать жизнь взрослого и этот страх может являться 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 таким барьером в жизни что они будут просто избегать каждую ситуацию где нужно выразить мне это это будет очень большим барьером я даже вижу что иногда очень-очень редкие случая когда студенты не ходят уже на лекцию в аудиторию потому что боятся что нужно будет отвечать очень редко но я вижу да страшно некоторые случаи вы и я очень горжусь этим что я помогла с помощью палками до безопасно им преодолеть этот страх да это надо помочь в школе и если им не спрашивать они будут избегать эти такие ситуации всегда потому что они в безопасном среде с этим страхом работать не могут так таймер таймер очень интересная вещь потому что это тоже как как бы очень поможет дети детьми сосредоточить на задание так как бы кто же это здесь может быть часть в том что если они знают что давайте дети будем пять минут просто работать это не значит что работа должно быть готова мы будем продолжать сосредотачиваем пять минут на сосредоточиться мы будем напрягаться на усилие прилагать на усилие напрягаться и когда потому что вы тем детьми которым очень трудно сосредоточить на задании им это трудно обычно очень часто потому что они им это так 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 трудно потому что это от них требует так много психического сила нам это легче чем им потому что если у них недостатка дофамина опять в системе и маски им требует 10 раз больше сил а чтобы сосредоточить на задание если они знают что надо вот сосредоточить 40 минут подряд они уже не хотят там сидеть совсем но если они знают что давайте там три минуты стараемся и они могут видеть над это там здесь секунды ходят и это скоро будет мимо это время это поможет сосредоточить а если они уже умеют три минуты сосредоточить тогда четыре минуты это как бы тренировка умение сосредоточиться на длительное более длительный срок да а здесь эти секунды ходят и это видно что это скоро будет мимо я знаю что мне это только это такой короче короткий срок времени которые стараюсь а после этого будет побыльки пряник и весело и будет этот приз вот так 2 возможно использовать таймера это так можно секретно смотреть например как долго им начинать урок чтобы все вещи были на столе все было стояли чем материалы были подготовлены и иногда это очень медленно идет и и секретно вот взять время и сказать знаете я вчера взяла время я видел что вам это чтобы начать урок требовала три минуты и десять секунд и это наше важное время когда у меня же такие хорошие очень интересные уроки мы потеряли 33 минуты давайте стараемся сегодня побыстрее побыстрее 3 минут 10 секунд попробуем если не удается давайте завтра опять или 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 потом опять и когда и сказать ну как мы это делаем давайте договариваемся что с руками не позначит сосредоточенными руками из скажем ногами в которые такие спокойные и и тогда если взять время на одно какое-то поведение маленькая которая один им обычно сложно или они не будут обратить внимание вместе это вместе в классе не по одному во все вся группа есть это их время три минуты это их время это они могут лучше улучшить да потому что там это не не любое время это их время и тогда если взять время они очень сосредоточено практиковать какую-нибудь маленькую часть в игровом форме их ежедневно ежедневного такого рутина ежедневно да но это им просто поможет это очень сознательно практиковать и обычно там через пять раз или так это уже будет это уже будет автоматично они уже не будут обратить на это внимание как они будут начинать урок и значит действие что-то трудно в классе например идти в гардероб или я не знаю что еще взять свои учебники и потом обратно поставить в шкаф для все это можно сначала секретное время померить а потом сказали а знаете секретно взяла время давайте сегодня посмотрим вы можете ли получше и и когда учителя это пользует обычно первый раз конечно побыстрее а давайте завтра уже побыстрее этого времени которое сегодня и это иногда не удается ну что сегодня не удалось давайте попробуем еще раз и и это это никогда никакой драмы это методика скажет что никакого я я нету и когда игра в эппа тоже тогда таймер устанавливается да да там там пять минут или так а тогда уже по группам и они учебе да там стараются и тоже не так что нельзя чтобы примсов не было в течение игры там каждому команду можно три примсы получить чтобы они все-таки выиграли игру и все все могут выиграть это был такой третий момент меня как я тоже делаю все всякие такие игры в классе где на поведение и так далее у меня всегда был тот кто выиграл и кто-то кто проиграл да почему а почему и не все они могут играть это это я сама не придумывала ну да все могут выиграть и тогда эти игры станут сложнее длиннее сложнее длиннее и так далее чтобы поддержать самоуправление в течение промежуток уже времени побольше всегда после уроков после игры вот пряника я не скажу что такое пряник они с них коллекционируют когда они в конце урока в начале урока сразу после деятельности когда пряник сразу после деятельности это самое хорошее время но если деятельность не люба не разрешает тогда в конце урока но важно что после 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 стремления будет пряник бабушки да там всякие можно например все могут петь песню как собаки или кошки а то есть например вытягивается пряник и учитель зачитывает а или даже сам ученик можете читать задание каждая команда должна петь как кошка или как собака время 30 90 секунд и все начинают активно мяукать лаять кто на что гораздо можете себе представить какая хорошая разрядка в миг происходит для детей и что-то важное я раньше не сказала здесь есть и и 3 3 3 3 такой третья момент ну да сторона даже а как этот бабушкин пряник поможет детей потому что если вы будете очень весело вместе петь песню как кошки и собаки даже минуту тогда успокоиться будет трудно но самый важный навык для детей как у кого трудно успокоиться это себя тормозить когда трудно успокоиться очень поможет потому что после когда это короткий пряник прошло мимо тогда учитель опять требует внимание и все успокаивается да и это хороший хорош кстати очень хорошая тренировка для сама сама тормоза обалдеть неважно я потому что иногда что опять редко учителя скажут а слишком трудно они вот выйдут не психуют да 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 и потом их не собрать пряники мы будем а тогда что я слышу эти точно те дети которым нужно практиковать да 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 вот 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 то есть мы тем самым помогаем детям после того как ты вот вы вышел из себя весь такой был активно взбужденный коп опять собраться и опять например там на следующий минут 5 сконцентрироваться на работе и если но здесь всякие пряники здесь тоже такие такие интровертные где можно спать на столе 30 секунд можно поспать на столе или счастье разрешено активно вязать под стол это важно потому что эти они же все почти плимсы это все это разрешено побыть немножечко плохим шумным не то что плохим плимсом это неплохое эти легальные плимсы ну что я хотела сказать что в течение движения наш тело производит много разных веществ пищи за наше тело разные вещества производит во время один из них называется я не знаю на эстонском или на английском сказать сейчас на русском это грибин париталу родом мозгового рода невра кортика тропинный фактор вот так на гуглите друзья я с трудом запомнила это мою паритару невра кортика тропина фактор и это вещество такое которое поможет не не строить неврональных связи 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 и это это очень важно для обучения чтобы появились новые связи в голове когда мы учимся учимся и это тело этого производит во время движения и из-за этого и проблема если дети очень мало двигают это тоже влияет на их мозг и их способность способность учиться и второе это тоже дофамин опять дофамин мы не только получаем от этого когда кто-то нас заметит но из этого когда вот так делаем и себя двигаем потому что это тоже обирает обратная связь с миром и а дофамин опять очень важно для сосредоточия и особенно опять эти гиперактивные дети кому нужно двигать больше потому что им дофамина меньше их обмен веществ обмен веществ и им это движение очень важно это им поможет опять на пять минут три минуты 10 минут сосредоточить но они станут лучше обязательно станут лучше если это практиковать и поддерживать и почему-то в игровом форме это все важно потому что если у нас вот этих инструментов нету мы не можем касается давай 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 попробуем давай ну ну давай сосредоточить да да так не так не как сконцентрируйся да давай так заставь себя но здесь такие приемы которые помогут практиковать самоуправление и это действительно и лучше улучшить самоуправление а если учитель 10 класса скажет а вот у меня 10 класс преподаю математику понравилась вепа это не поздновато для его мнение не даже ты же видела не видела что со студентами даже сработало а студенты у нас там друзья и постарше 18 лет никогда поздно да это реально начинать внедрять например с нового учебного года это не это не мое мнение это просто когда нам к нам пришел но институт которая если вы такси институт которые как сказать это их методика да и они тоже сказали про разных исследованиях где они попробовали методики конечно это от садика до университета это везде имеет такие же результаты три на это например я работаю допустим с людьми как это старшими как-то называется с взрослым забыла то взрослыми вот слово забыла сама взрослая да например вот я работаю со взрослыми людьми и я например могу быть тем тренером который обучает опираясь на методику вепа и также я приду перед взрослыми людьми у меня будет гармошка таймер палочки пряники до концепция в голове сказать ты не можешь сказать что ты преподаватель или тренер который вепа потому что как если ты они прошла тренинг вепа это не можешь сказать но все эти приемы которые я вам показала они универсальные они не особо вепа значит чтобы делать промежуток такой веселый момент это не вепа это универсальный принцип поддерживания учебы и чтобы иметь вот такие палки я советую в аптечке покупать эти для горла а палочки для горла а у меня я обычно их пользуюете они такие деревянные деревянные широкие такие палочки для осмотра горла нам очень часто не собой но я ведь их обычно можно пользоваться смело что еще кормушка это не особо вепа это просто знак чтобы увеличение внимания что еще а скажи а будет ли но при а я возьму допустим отдельные элементы и буду их использовать на работе могу ли я ожидать примерно того же эффекта и полноценно если я возьму отдельные элементы да вот эффект дарует конечно так будет даже если только один прям прием уже уже есть это конечно в методике самый большой эффект если пользоваться всех уровень методики которые вы даже не знаете но если только одна штучка тогда тоже хорошо что есть ментор у учителей потому что уменьшиваться риска их неправильно потому что вместе замечает да но это это не роль ментора не это не роль ментора смотри что правильно или неправильно если появится риск неправильно пользовать тогда есть метр как-то который поможет может быть правильно пользует потому что этот самый таймер может быть очень большим источником тревожи если его неправильно пользует если сказать давайте пять минут и все нельзя тогда это неправильно есть и это гармошки так очень так куда дуть тогда тоже неправильно потому что это может даже мешать и сосредоточие если вот эта часть который мягкий звук здесь учитель пишет что попробовала палочки в седьмом классе 10 класс заметил и сказал что делайте у нас уйдет на ура с детям самим понравилось использование получена так сейчас я еще посмотрю где у нас были про гармошку мы рассказали так здесь спрашивают можно ли такую методику использовать и заучу для педагогического коллектива или вырезать или можно можно так хорошо сейчас но если на игровом форме смотрите если у меня и вот здесь такая новая идея давайте попробуем окей хорошо и следующий а наташа давай скажи в россии русский коллектива наталья ивановна наталья андреевна наташа это в эстонии извините меня ничего я просто знаю человек который сдавал я знаю что она из россии из омска я прошла в русскую школу работать и тоже думала что теперь будет тринь титовна так хорошо сейчас я смотрю еще где-то тринь еще на русском языке у нас есть возможность прочитать например такая книга как у тебя на эстонском она на русском существует есть вам нельзя а это вед поддом ве по дома да здесь хоть и кто-то писал что нашел на русском материал в по дом да то есть вепо можно быть не только в школе и кстати заметьте учитель тоже сам вепо то есть не только ученики вепо и учитель тоже поэтому вот это вот а я я и учитель не делает потому что это не веба как бы поведение его можно быть вепо и дома и родители могут быть вепа и дети дома могут быть тоже вепа книжка вепа дома начнется по моему такими словами что у вас ребенок входит в класс вепа и эта методика для того и того ну и чтобы эффект было даже больше мы советуем ту же методику и там точно есть про всех приемов это можете свободно читать и пользовать и и и дома и там есть всякие советы с пожелания пожелания это советы советы до советы как как пользоваться дома дома а вот про пряники спрашивают да можно про пряники почитать то есть пряники это такие маленькие короткие во временном промежутке упасти глупости которые можно вот совершенно официально совершить и я помню что ты например когда мы играли в этом ме по трин тоже вытягивала и был один смешной момент когда нужно было всем продемонстрировать звук как это корректно сказать фуканье корректно это я сказал нет да и нужно было всем группам стадик вот так сделать и скажу честно у нас студенты растерялись стоят все группы встали но никто не смел не смел первым это сделать сделала 3 и все остальные потом повторили так что очень хорошо снимает и напряжение и вот это вот какой-то и на дистанции что ли между преподавателем и студентами как-то следующий раз тебе ответить на вопрос и просто выразить свое мнение как-то легче становится здесь тоже да наука как здесь стоит за этим наука это не просто как-то чувство интуиции как хочу так и делаю это все исследование подтверждает потому что очень важная потребность для человека в жизни это чувство что я часть коллектива коллектива если вы думаете если трудно работать где-то там коллектив хороший тогда всегда лучше и даже не хочется уйти даже если работа хорошая ну да и если здесь очень важный момент что учитель должен вместе делать и если здесь находятся такие не приятные линии неудобные стеснительные стеснительные сразу их убирать убирать потому что выбора есть можно здесь смешные лица потому что как бы и детьми очень важно то что учитель в этот момент с ними веселиться вместе даже видела учителей которые в годах уже а здесь такой пряник популькин это усик червячки на полу червячки на полу нужно было лечь на пол и извиваться как червячок и учитель это сделала в возрасте учитель это сделала вот это важно да и я просто вижу но я тоже вместе с ними делала потому что я тоже классе было на чувствуешь странно сразу чувствуешь это чувство как бы не знаю даже братство и левна да да единство какого-то да что это дети очень это и благодарны на то что учитель делает это вместе с ними да все на равных себя чувствуют а если учителю это не подходит но если учитель думать ты же дурак что ли вот я не буду заниматься этот пряник убирает или да да лучше можно так делать но у каждого свой стиль вы видите что я такой веселый человек я могу тоже лазить под столом или делать звуки пуканье да 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 ну а кстати про учителя ведь очень многие дети бывают я слышал как взрослый человек один директор школы говорил что ему в голову не могло прийти что например его учительница может ходить в туалет то есть это учитель это что-то это икона стиля он не делает глупостей он не ест после шести он правильный но все же вы учителя вы же знаете вы все слышали то что вы тоже вот да 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 и вам было 14 лет хотелось сказать что у каждого свой стиль и если выйдет вот такой ну здесь например можно прыгать парки гопа так как это 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 мне кажется довольно удобно всем и даже смешные лица это можно делать все или так можно чуть-чуть или но если звуки пукать можно даже у каждого есть свой стиль не надо там полу сразу там валяться валяться но можно если если как бы свои свои стили это адаптировать 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 все таки все таки всем весело и смешно ага вот тут сразу спрашивает про родителей с родителями у учителя должен быть предварительный разговор про например внедрение вепа и все ли родители поймут это нет это каждый кустой говорить что у нас вот такой научно такого так научно доказываем доказываем веселый этот веселый метод потому что я помню тоже ходила по классам по классным родительским собранием сказала привет у нас такая методика не удивляйтесь и я и и все объяснила все было весело и помню один год не ходила не просто не успела туда и тогда родители сразу стали спрашиваю что там происходит это стоит конечно да и чтобы они не пугались обычно обычно тоже как это заражает вирус заражает домой потому что они же будут эти хваленки дома писать родителям и родители тогда будут хваленки писать детьми тогда родители учителя часто пишут хваленки это как бы сразительные то есть вокруг начинают замечать да и если родители знают они сразу сразу могут вепа дома читать и и дома пользовать это же поддерживают больше если и там и там потому что я сначала говорила об этом что ожидания в разных контекстах разные и наш мозг учится контексте специфилис контекста специфи честно да и и если они практиковают поведение в школе так это не значит что они сразу дома себя умеют управлять а если и там и там это тоже эффект уже больше будет если дома ничего нету не волнуйтесь то что они в школе практиковать это уже очень большой да да тут предлагают создать отдельный пост чтобы коллективно придумывать пряники вот так и есть у нас вот здесь эти пряники они тоже же станут скучно если их два раза уже делать или три и и есть всегда пустые куда дети сами придумала пряники как то какие плимсы они хотят задействовать на уроке которые как бы не похулиганить официально хотели бы да и которых я просто не советую это конфеты потому что там сахаре это когда иногда учителя поставили сюда конфеты и я видела это просто хаос и оттуда очень трудно потому что это такие эмоции для детей связаны с конфетами и бумажками и все это и это все таки внутренне внутренние внутренняя мотивация нет внешняя мотивация делаю потому что получу получаю что-то это внутренно это просто вместе веселиться и чуть-чуть посмеяться и двигаться вместе и и и спать на столе вот так вот видите как регулируется по-разному да и и и наша дорогая анита анита она которая сейчас проведет в эстонии программу она прошлом году собирала идеи учителей эстонии которые они придумывали в своем среде классе эти идеи для пряников и они создали новую пачку пряников даже значит это просто это просто вопрос творческого мышления важно чтобы здесь были было короткое движение какие-то игры или какие-то там например а ну мы будем что-то петь когда держим нос так и вот вот например короткая формулировка зажимаем нос и в течение какого-то времени поем все да и все это выполняет и здесь пять минут в такой длинная все которые выиграли обычно это целый класс но если игра в эпо тогда можете было половина класса ну все может могут поворачивать стуль и и сидеть вот так а и сидеть что стул тебя впереди вот пожалуйста тоже и я помню когда моим ученикам достали достали достались достались эти и пряники у нас тоже в учебнике не как которые есть и оттуда и они у них были любимые первый был носить шапку в уроке в течение урока и тогда там здесь написано в следующем уроке ты можешь сидеть в шапке или в куртке и второй был тот кто выиграет может есть на уроке следующий раз кушать и тогда они взяли взяли с собой капусту сидели кушали на уроке совершенно официально капусту и на это может весь класс или только кто-то победители если если мы если просто работаем таймером и и сосредоточим тогда весь класс потому что весь класс старалась а если уже игра в эпо где уже команды тогда те которые в течение игры будут получить меньше чем четыре пимсов игры тут просят рассказать об игре об уровнях но я думаю что у коллеги у нас вот об игре это об игре в эпо это нужно делать наверное отдельный эфир или ты можешь кратко об игре в эпо трим рассказал уровень а да но первый уровень это секретная игра и это значит что учитель не скажет что была игра и и смысл в том что если они уже умеют очень сосредоточенно себя управить на разных ситуациях даже игры в эпо можно на перемене играть если потому что там же разные пимсы чем на уроке там можно уходить говорить но нельзя драться или нельзя кричать мы хотим это меньше слушать слышать видеть и и если они уже привыкли себя управлять когда они уже договорились что надо делать тогда учитель скажет что теперь секретная игра а я вам не сказала у нас было пять минут ибо и все выиграли бабушкин пряник а тогда мы уже дети знают что иногда могут быть такие игры их не предупредают уже да 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 это во что что учитель может сам в эту секретную группу играть они об этом и не знают и и тогда секретный игрок это это если надо это секретный блок это следующий уровень или это это на самом разновидность там верно то том же уровне где секретная игра это тоже это как бы один нюанс и и секретный игрок может быть кто угодно и там тогда тоже опять вот учите скажет внимание у нас был секретный игрок играл он там или она на русском и сложнее потому что на эстонском рода нету и не да 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 не важно кто может быть на среднем тогда поле и не и выиграл поздравляем ира ты был секретный игрок и ты выиграл всем папульки пряник и все и это очень хорошо пользоваться если есть в классе какой-нибудь ученик кто кому обычно трудно себя вести если такой момент когда он старается тогда это хорошо делает просто как как ты у нас была секретная игра но этот ученик будет будет получить много-много дофамина для того что он для всего класса своим поведением старанием был выиграть эту смешную штуку и а если так что учитель кого-то наблюдает игрок не выиграет тоже скажет что был секретный игрок но никто не играл сегодня и им она никогда не скажет кто это был нельзя 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 потому что дети обычно спрашивают а это кто это я и не скажу завтра уже опять играем может быть потому что тогда там пять шесть детей наверно это я что я делала но завтра я буду 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 лучше потому что это если им там публично показывать это был ты это всегда плохо чувствует все плохо чувствуете никто не не имеет мотивацию себя как бы изменить свое поведение весь это секретно никто не знаю что это был мы это был я я тоже хочу быть в этой и и как мы сначала сказали что мы все делаем кимс и у всех появится нехорошие дни и хорошие дни и есть мотивация стремиться к лучшему завтра уже есть появится может новые возможности и это это есть это принцип что мы много внимания на позитивное обращаем она негативное то такое давайте завтра будем еще раз попробовать вот так здорово это очень интересно и 3 я думаю что мы можем постепенно я тебе буду ближе длиться заканчивать наш эфир и я только у тебя вот что спрошу вот учитель нас послушал ему так понравилось что вот он теперь хотел бы попробовать это применять вот куда этого учителя направить где ему почитать где ему спросить где ему немножечко может быть потренироваться или вот он уже будет с какими-то вызовами для себя сталкиваться что делать этому учителю что посоветуешь да но я посоветую как как в эстонии есть можно пройти обучение пройти обучение классными учителями для класс даже для учителей начальной школы или классе даже начали начальность потому что даже учителя предметники и вот официально этот эту программу не пройдут потому что это здесь в эстонии это возможность только для учителей начальной школы хотя педагогика работает на всех уровнях ну если значит да но это это если вы слушаете россии или украины в хорошем положении потому что если у вас в стране нету методики тогда конечно труднее даже знать про это потому что методика же это какой то что я не знаю патентирован а патент имеете на эту методику это как бы это не знаю это патент лицензия лицензирован и я просто вам советую читать искать литературу про такие позитивные методы по поведению в классе потому что когда я сама читала всякие литературу по как это как это classroom management управление классом управление классом там такие имею ввиду то что все эти приемы они их можно и в литературе искать и принципы которые пользованы в методике веппо они же как я сказала универсальные теоретическая база это поддержка развития позитивного и когда я не например читала и нашла всякие способы как помочь в классе гиперактивных детей там аутического спектра детей эти инструменты очень часто очень похожи потому что у них механизм тот же самый как помочь детей как поддержать их самоуправление и что я могу сейчас делать это советовать их вам читать искать и и да и так а если вы в эстонии обращайтесь на институт развития здоровья я так понимаю что если зайти на этот сайт то там найдутся контакты фейсбук тоже это страница фейсбука оттуда можно связаться методика стала тоже в эстонии очень популярный у нас теперь новый сбор русскоязычных менторов значит если вы из эстонии у вас конечно есть возможность пройти тренинг потому что это что я вам сейчас сделала это не тренинг это короткий такой экскурс короткий экскурс потому что марина спросила вам поделиться познакомиться методикой учителя в эстонии проходит тоже трех тренинг которые три дня три дня длится три дня обучения и потом год ты работаешь с ментором так тут нам шлют информацию спасибо большое очень интересно спасибо за информацию спасибо очень полезно спасибо друзья спасибо вам за ваши лайки за ваше внимание у нас больше сорока человек было тоже рад очень приятно было первый в жизни прямой эфир на русском первый в жизни прямой эфир на русском супер и кстати друзья вы тут спрашивали возможно ли проводить обучение онлайн я с этим вопросом обращалась на фейсбук страницу випа я обратилась к тем людям которые ведут эту страницу и они сказали что пока на данный момент недоступно нету такой возможности обучать учителей онлайн именно потому что физически должен присутствовать человек в классе вполне возможно что потом будет какое-то развитие благодаря технологиям также онлайн каким-то возможно онлайн организовать как-то встречу ментора и учителя может быть это будет развиваться но пока такой возможности нет и это это тоже вопрос о лицензии потому что у института развития нету лицензии чтобы распространять за рубежом то есть правильно я понимаю что у нас лицензии есть в эстонии для распространения методики в эстонии мы не можем сейчас онлайн обучать учителей где-то за рубежом то есть а если например кто-то допустим в какой-то стране которая услышала да вот учителя услышали если например там какая-то организация то есть связаться с пакси института захочет получить лицензию и тогда сможет внутри своей страны и тогда провести тренинг менторов и какие шаги были до сих пор в эстонии в швеции ирландии в устали куда уже распространялась методика ну ну да тогда надо вот эти шаги и вот здесь пишут приезжайте к нам проводите тренинг у нас нет возможности приехать и провести такой тренинг вот по тем причинам которые прин уже указал я советую вам читать искать те же приемы я очень советую вам иметь такой научный поход к своему обучению потому что информация про того как детей помочь это все есть уже уже есть везде вокруг нас просто читать попробовать и очень-очень много есть возможности и поддерживать детей развивать свое самоуправление вот так потому что я же тоже когда я началась у меня я никакой вепла не знала почти все такое нашла и придумывала но не в таком же точном форме и ну элементы задействовала те же идеи или те же такие как-то научно доказанные доказанные принципы я уже в классе использовала и также получала эффект от этого да да здорово все друзья мы прощаемся всего доброго в иду в иду в», в اس countries